концепт амзгула амзгула с иврита переводится как избранный народ и здесь вот говорится вы дом израилев станете для меня амзгула и я хочу здесь сказать что есть значительное отличие в понимании что такое дом или колено израилевы и ам народ колено или дом и народ даже когда мы слышим в русском языке эти слова есть значительная разница потому что колено или 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 дом это семья это вот все родичи которые может быть хорошо живут которые может быть не очень хорошо живут друг с другом уважают не уважают но они все родня и в конечном итоге по всей видимости ну так практика показывает что даже когда есть какая-то распря с соседями а ты не очень дружишь со своим родственником то ты все равно станешь на сторону родственника потому что ну родня родня нет что делать хотя наверное в современной жизни это не так актуально но я не то хочу вам сказать я хочу вам показать разницу между социальным статусом вот это просто семья или группа людей а это уже ам народ амзгула и вы знаете амзгула с иврита или избранный это сокровище это нечто очень 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 драгоценное это не какая-то сережка которая болтается у тебя в ухе это что-то что является некой скажем так семейным наследием драгоценная реально драгоценная вещь большинство из нас это люди которые являются потомками бывших прошедших войны людей допустим с моей с у меня и с мамина и с папиной стороны обе семьи прошли эвакуации и гонения и один из моих дедов погиб на второй мировой войне другой пришел весь изранены после боев то есть они все ну по-русски говоря были после всех этих потрясений такими нищебродами и у них ну ничего не осталось конечно не передали что они могли своим детям а дети уже передавали нам а мы стараемся нашим детям передать но мы не можем похвалиться что у нас семье большинстве из нас есть какая-то такая классная драгоценная вещь которую мы семейно знаем что она всем нам принадлежит нечто драгоценное но такие вот родовитые семьи наверное в европе может быть в америке наверно больше в европе потому что у них там родословий больше там наверно есть семье вот это вот кольцо носила моя прапрапрапрапрапрапрабабка которая была герцогиней а я сейчас открываю двери в магазине потому что статус поменялся сейчас все равны но у меня есть вот это сгула это драгоценность так вот когда писание это нечто что творец непонятный бесконечный носит у своего сердца выказывая личностное отношение ты из какой-то семьи дома станешь мне близким ам народ знаете я обычно не играюсь числовыми значениями еврейских букв потому что здесь можно быть крайне субъективным но когда я увидел слово вот это ам народ я зашел и посмотрел значение ну что значит айн и что значит мэм знаете айн в иврите каждой букве есть числовое значение айн это семьдесят мэм это арбаим сорок и семьдесят это такое серьезное число это семью раз десять семерка это совершенство было десять минород в святом храма который построил соломон и эти семьдесят представляли все народы земли то есть айн оно представляет слово букву 70 и также на иврите айн глаз айн то есть как будто господь говорит ты будешь у меня избранным особым народом который будет наблюдать за всеми остальными народами передавая им совершенство потому что семьдесят семью раз десять или мое послание он здесь даже в этих числовых наборах говорит эту это слово еврейскому народу амэм это арбаим это тоже странное число 40 дней был поток 40 лет было хождение по пустыне сколько был ешуа в пустыне искушаемый от нечистого от от сатана тоже 40 дней то есть это связано с каким-то очищением или 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 муше был 40 дней на горе то есть 40 40 40 это всегда связано с какой-то кульминацией очищение принятие откровения и если мы учтем что на мем начинаются такие слова которые являются источниками жизни как маем вода или мем машиах то мы можем сказать что вот бог здесь на горе говорит еврейскому народу вы если будете слушать мой глаз будете моими глазами очищающими и благословляющими всех и когда позднее ешуа говорит своим ученикам 5 главе матфея вы есть соль земли или свет земли по сути он повторяет вот эти самые слова которые всегда принадлежали еврейскому народу но здесь как бы все закручено со словами ты будешь светом тем другим которые слова ам или амим мы впервые встречаем в той истории когда народы погрязли в восстании против бога бавель вавилон и здесь вот как бы это вот экстаза откровения когда против народов погрязших в погрязших в заблуждении бог образовывает не семью не дом не 12 колен там в которой каждая своя милиция регулирует а народ который объединяет четкая структура конституция если хотите которые просвещены светом им сказано если ты будешь слушать глаза господа то все это будет с тобою